Всем привет! С вами Андрей Санар и сейчас я нахожусь на водосливном канале Сестрорецка, который еще называется Шипучка. Собственно, сама Шипучка находится вон там, но там слишком мелко, и туда я не пойду. А пойду я в противоположную сторону, к Финскому заливу. Надеюсь, через 7 милики пробьюсь, выйду в Финский залив и там немножко половлю рыбу. Ну, по крайней мере, попробую ее половить. Погнали! Ну вот, друзья мои, это мой любимый Big Fish Pack 2 светофорчик. А вот чихонько уже все. Она стала уже моей любимой лодочкой, но в бою с вражеской газонокосилкой она не выдержала. И лопнула. Мир ее праху! Так что возвращаемся опять к Big Fish Pack. Впрочем, для большого меня он больше и удобнее. Турбинка моя китайская тоже потерялась на корпоративе, что очень печально. Я, кстати, психанул и заказал сразу 5 таких турбинок сегодня. Так что буду по старинке надувать мешком. Напоминаю, что правильно надувать с помощью мешка насоса нужно методом эжекции. Это когда вот распрямляем мешок и в него коротко, но сильно дуем. Как работает метод эжекции? Это вот это короткое, но сильное дуновение подхватывает окружающий весь воздух и заталкивает его в мешок. Мешок тут же разбухает, наполняется. Поэтому надувание происходит очень быстро. Вот мешок раскрываем, делаем эжекцию и все, там много воздуха. Хорошо по камушкам. Пулиуретан он лучше по камушкам, чем ПВХ. Арматуру не выдержит, а камушки любые. Тайм-триал, Big Fish Pack 2 называется. Здоровая лодка, а вот на пальчики поднять можно. И самокат на нее пакуется. Для него специально вот гамачок есть. Сюда самокат укладывается. Вот сюда гамачок этот. И все, он тут лежит ровно. Вот байдарка. А есть такая же из того же материала, но трансовая лодка широкая. Называется пушка. Ну я руссфишинг захожу. Ну на руссфишинге я есть, тоже я Андрей Санарта. Ну вот гамачок. Колесо в углубление кладется в этот уголок и все. Даже без фиксации лямочками уже самокат там лежит прочно. Лямочками мы просто крепим так, чтобы он оттуда в принципе не выпал. После того, как самокат зафиксирован всеми тремя лямочками, он уже никуда не денется и можно таскать лодку прямо за самокат. Вот каким бы ни был прекрасным факрафт чихонь. Или танк. Или какой-нибудь там биг фиш пак единичка. Но все равно биг фиш пак двойка. Это моя любовь. Это мой размерчик. Места столько, что хватает для всего. А я люблю, когда места действительно много. Сумка впереди. Они сзади, как на обычных единичках. Передняя сидушка используется как столик. Очень, надо сказать, удобный столик. Если требуется, то можно и пассажира взять. Что еще у биг фиш пака хорошо, то что это, наверное, самый быстрый факрафт. Почему? Потому что длина бежит. Все-таки 4,40. Это серьезная байдарочная длина. И лодка, конечно, идет прекрасно. Я сегодня все забыл, все, что можно забыть. Забыл эхолот. Забыл курсовой стабилизатор. Вот сейчас я буду без курсового стабилизатора. Тем не менее, посмотрите, насколько прямо идет лодка. Конечно, я умею грести. Но нет никакого рыскания. Потому что мы сделали очень классные байдарочные обводы, когда проектировали этот самый пакрафт. Эх, одни потери в последнее время. Куда-то секцию от своего любимого пятичастного весла потерял. Пришлось взять вот спортивная, которая короче на 15 сантиметров. Насосик свой, турбинку тоже потерял на корпоративе. Чихонь лодку порезал газонокосилкой. Эхолот забыл. Курсовой стабилизатор забыл. В общем, такой вот набор потерь. Но ничего страшного. Разве это помешает сегодняшней прогулке? Не думаю. Вполне уже тут такие морские просторы. Ветерок хороший дует. Физиономию. Волнишка небольшая, но ветер такой. О-о-о, какие порывы, как хорошо дует. Кто-то говорил, что Big Fish Pack очень парусный и вообще с ним все плохо. Да вообще с ним все замечательно. Он вот спокойно прорубается через волну из-за того, что у него очень-очень обтекаемые формы. Да, у него площадь-то, конечно, на которую действует ветер, большая, но никто не отменяет обтекаемость. Воздух вместо того, чтобы упереться в лодку, ее облизывает и проходит вдоль лодки соответственно. Но вот волны, вот с барашками, волны. И тем не менее, лодка идет. И все же, как хорошо иметь вот 36-й баллон. Здоровый баллон. Не боимся мы вообще никакой волны. В общем, двоечка Big Fish Pack. Да, это любовь навсегда. Нет, чихонь-то, конечно, хороша. Она полегче, чем вот этот двойка Big Fish Pack. Наверное, если учитывая все сидушки, то аж на 2 килограмма. Но что такое 2 килограмма для нормального взрослого мужика? Я думаю, это немного. Поэтому, если хочется вот такого вот просто мега комфорта для одного, так чтобы вообще места хватало для всего, для всего, для всего, для всего, и даже для жены и девушки, это вот Big Fish Pack 2. Как бы это пакрафт. Но это огромнейший пакрафт. По идее, это большая, полноценная байдарка-двойка. С широким и вместительным кокпитом. С огромной весовой грузоподъемностью. Я думаю, у него грузоподъемность там, ну, под полтонны. Реальная его не паспортная. Паспортную мы, конечно, уменьшаем, чтобы не геройствовали. Но реальная где-то, ну да, почти полтонны, наверное. Как бы максимальная грузоподъемность это по половину борта осадка. А я помню, на прошлой неделе на корпоративе четверо в лодке было людей. Они там друг в друга шариками кидались и водой поливались. Их там четверо было. И лодка где-то, ну, на четверть осела. Может быть, на треть. Но, по-моему, все-таки даже на четверть. То есть, даже близко не была ее максимальная грузоподъемность достигнута. Вот такая вот лодочка. Опа! Это был кусь. Ну, разбил кусь. Начинает заякориться. Подвижная якорная оснастка. Ах-ах-ах. Вот так улов. Улитку поймал. Ну, хоть что-то. Какое-то хоть мясо есть. Что-то резко стало холодать. Вечер наступает. Ничего не поймал. Как бы я сегодня не нацеливался на рыбалку. Хотел просто разведать немножко морской путь из шипучки в залив. Разведал. Хороший путь. Ну, а теперь можно и домой. Домой. Ну вот. До берега всего-то километрика полтора. Но против ветра придется приложить некоторые усилия. Что хорошо у бигфишпака. Он вот так вот туговато-туговато разгоняется. А потом уже все. Вот так вот начинаешь грести быстро. И он просто пулей летит, пробивая ветер. Идя сквозь волну. Замечательная гидродинамика у лодки. Поэтому никаких проблем нет, чтобы вот так вот ходить против ветра. О-о-о-о-о. Вспомнил я, как правильно грести. Коротким, высоко поднятым веслом. С хорошим таким толчком вперед. Ох, как он шпарит. Ну как, можно пройти до разлива. Там вручную перетащить через плотину. После плотины вот по такому миляку. Как-то про это самое. Я тут здесь, ниже плотины спустился сегодня. От второго моста. Да, я вот отсюда шел сегодня. И красота вот красивая. Это Сестрорецкое болото. Это с Белоострова сплавляться до разлива. Красотища. И там все проходимое. На канал мне попадете. Андрей Сонар называется. Он рыбалке и лодкам посвящен. Новые подписчики. Андрей по-русски, Сонар по-английски. Плюс один. А? На Пакрафте с Хаттангой на перегонки. Не, Пакрафт этот не самый медленный, конечно. Но все-таки это Пакрафт. Пакрафт большой, пухлый. У него ширина метр десять. Нет, если, конечно, я решу погрести побыстрее. Ха-ха-ха. Хаттанг обогнал. О, на перегонки Хаттангу обогнал. Каркас на надувную. Ха-ха-ха. Это наше упущение, что в прокате Хаттанги должны быть веги. Вот такой обманчивый Пакрафт. Самый большой Пакрафт, наверное, в мире. Ага. Пока-пока. Встретил на воде ребят-туристов. Сейчас они пойдут туда, вот, к Ласковому пляжу. На ночевочку. Взяли в прокат байдарочку. И катаются в свое удовольствие. Вот, смотрите, как красиво подсвечивается самокатной фарой Пакрафт. Опять получилась не рыбалка, а какие-то покатушки водные. Ну, все равно неплохо. Я удовольствие получаю как от рыбалки, так и от любых водных развлечений. Так что, ничего не поймал, но прокатился не зря. Ох, а в парке дубки-то красиво. Лампочки горят, дубы кругом. Какие красивые цветные аллеи. Опять не получилась рыбалка. Получилась какая-то водная прогулочка с элементами самокатинга. Но, тем не менее, удовольствие получено огромное. Потому что я уже начинаю себя ловить на мысли, что я уже гораздо больше просто водник, чем рыбак. Ой, блин, тяжело камеру на резинке держать. Оттянутой. Если я ее отпущу, она мне в лоб прилетит. Блин, красивый парк. Подсвечен разными цветами. Дубовые аллеи. Просто красота. Приезжайте в парк Дубки, в Сестрорецк. С вами был Андрей Сонар. Всем пока.